всем доброе утро всем привет 7 часов 15 минут еду на работу не люблю вообще в это время ехать очень большое движение все всех стресс все спешат вообще очень много машин у меня на этой неделе поздняя смена и я начинаю 7 часов 45 минут после 7 часов начинают ездить грузовые машины и конечно же они создают большие пробки и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смысла нету, огромные штрафы Штрафы даже не так страшны, как пункты Какие-то пункты собираешь, и у тебя забирают права У нас здесь есть такое место, мы его называем Питачок, где собираются все коллеги Сейчас я тоже буду ждать моих коллег, потому что никого нету Здесь мы проводим свои паузы Иногда мы проводим здесь спецсоветы Здесь, конечно, стульев хватает И я всегда прихожу очень рано, просто чтобы плавно зайти на работу, чтобы стресс у меня не был Потому что на дорогах бывают пробки, и я выезжаю лучше минут 10-15 пораньше И сегодня я работаю, конечно же, до 4 часов Наши смены меняются каждую неделю Получается, если у меня на этой неделе поздняя смена, на следующей неделе у меня ранняя смена Там, в принципе, небольшая разница Без 15-7 начинает ранняя смена, и работают они до 3-х А поздняя смена начинает без 15-8, и мы заканчиваем до 4-х Ну, в 4 часа заканчивается работа Вот Сегодня погода такая пасмурная Уже чувствуется в воздухе осень Солнца нету, к сожалению Зато выходные были неплохие Тут было прохладно, но было солнышко Я люблю очень раннюю смену Когда я прихожу рано Еще солнце не встало Встречаю здесь рассвет, получается Пока ходишь туда-сюда, пока кофе попьешь Пока все подготовишь Начинают приходить дети, родители Потом приходят коллеги Ну, следующая смена А когда в позднюю смену приходишь Здесь уже как-то все произошло И уже дети там И многие родители уже ушли И коллеги многие уже там И ты, получается, уже приходишь в происходящее И бежишь вместе с ними, так скажем Ну, вот поэтому я люблю утреннюю смену В нашем детском саду работает 17 воспитателей Ну, вместе с Заучем У нас, конечно же, есть еще практиканты Ну, они бедные, выполняют самую грязную работу Ну, честно говоря, такой грязной работы здесь нету Но все равно Зауч нашего детского сада Это девочка на побегушках И вообще не только у нас, везде Например, как я знаю, в российских детских садах Зауч – это пук земли Здесь такого нет Она бежит всегда туда, где горит Если какой-то коллеги нету Если кто-то заболел Если даже в кухне наша фея заболела То Зауч бежит и начинает готовить кушать Посуду мыть Ну и все такое И вот я хотела сказать Хоть она Зауч детского сада Хоть она шеф здесь, получается, в нашем детском саду То она все равно выполняет самую такую работу Которую, например, мы не все выполняем Да, скажем так Потом я буду потихоньку показывать будни нашей работы На заднем плане уже дети, которые не хотят идти в садик Начинают плакать и стереть У меня получасовая пауза И опять я иду к нашему пятачку Здесь очень хорошо Очень прохладно Ну, пауза 12 часов, поэтому начинают колокола бить Мы должны все Получасовая пауза для всех Это обязанность Мы должны делать За свой рабочий день Полчаса паузы делать Сейчас, конечно, оглушает Утром было пасмурно Сейчас уже и солнышко вышло И просто прекрасная погода Здесь так спокойно Такая тихая атмосфера Птички поют Здесь тебе никто не помешает Все, моя пауза подошла к концу Я уже один раз рассказывала про наше инжирное дерево Которое растет прямо возле нашей работы И в этом году инжира, как и каждый год Очень много Прям полное дерево Но на родине инжира уже все поспело Уже люди кушают Наверное, у нас ни одной инжиринки еще нету Она вся еще зеленая И вы представляете, она вот так же и замерзнет То так останется все на ветках Так жалко Потому что в этом году лета вообще не было Постоянные дожди А инжиру нужно солнце В прошлом году даже я варенье отсюда варила Он такой вкусный И бывает размер с кулак Огромный инжир здесь бывает Но, к сожалению, не в этом году Это такая красота Вам просто не передать Сколько здесь летают бабочек Ой, это так красиво В первой жизни вижу столько бабочек Они такие красивые все Либо это какой-то необыкновенный куст Я не знаю, почему они здесь все собрались Никто из коллег даже не знал Я сейчас сказала Прибежали все смотреть Наверное, какой-то кустик для бабочек специальных Потому что почему они именно здесь собрались Сегодня мы решили приготовить грибной суп Для этого нужны поры, грибы, лук 200 грамм фарша И плавленый сыр Начнем с овощей Надо поры и грибы нарезать Ну и лук тоже нарезать Сначала надо пожарить мясо Теперь добавляем нарезанный лук Немного потушить А потом можем добавлять шампиньоны Все, мясо с луком готово Теперь добавлять надо шампиньоны Все немного помешать Посыпать солью Перцем И немного потушить Грибы уменьшатся в размере Как обычно с грибами бывает Все, грибы поджарились Можно добавлять лук-порей Я его нарезала мелко Все потушить еще пару минут И можно заливать соусом из плавленого сыра Плавленый сыр приложить в чашку Залить это холодной водой Размешать и залить суп Залить сюда воду И помешать венчиком Получится такая однородная масса Оно очень быстро размешивается Размешать, чтобы не было комочков У меня плавленый сыр с зеленью Поэтому немного комочки будут Теперь надо залить где-то пол-литра кипятка Надо довести до кипения Когда закипела вода Можно добавлять уже плавленый сыр Как только закипит Надо сразу убрать с огня Все, суп готов Вот такой вот красивый он получается Сейчас я его в тарелочку налью Добавлять можно, конечно же, любую зелень Я, например, люблю добавлять зелень крыса Получается и красиво, и вкусно А еще мы спекли полезный и вкусный безглютеновый хлеб Его очень легко спечь Как-нибудь в следующих видео выставлю рецепт Я заказала себе часы Такие вот У нас на работе Все пользуются этими часами И теперь решили, чтобы Все закажем И будем устраивать соревнования Кто больше всего в день сделает шагов Конечно же, будет и приз победителю Но мы еще точно не решили, как это все будет происходить Нам на работе пользоваться мобильными телефонами нельзя Ну, а часы никто не запрещал Поэтому в этих часах можно посмотреть И если сообщения какие-то пришли Давно хотела эти часы Но как-то руки не доходили Еще очень много операций Ну, надо сначала, конечно же, раздобраться Вот такая фишка здесь есть Вот И за эти часы я заплатила 34 евро Надо прочитать инструкцию Это у него зарядка И разобраться, как они вообще работают Что хорошо, никаких больше батарей Вот такая вот зарядка, как у телефона Примерно это будет выглядеть вот так А все мои старые часы Все, которые у меня есть Надо отправить на пенсию Привет Кеннадь, что делать с гусеницами, а? Они кушают наши цветы и жирнеют Все поела и пошла спать Как мы в детстве говорили После вкусного обеда по закону Архимеда Полагается поспать Кеннадь, у тебя такой помощник Убежал Посмотрите, как поели Цветочки, листочки Все в дырках у нас уже Может, кто-нибудь знает Какое-нибудь средство Где можно и цветы не повредить И гусеницам тоже Больно не делать Просто попросить их, чтобы они ушли Вот вы не поверите Вот этот цветок, который у меня Вместо зелени здесь стоял Начал цвести Не знаю, наверное, почувствовал Что его уже выбросить собираются Вон новое пошло Вон там сзади еще Все в цветах Красиво, но Зиму он не перезимует Потому что они портятся зимой Их надо выбрасывать Спасибо вам за просмотр За ваши лайки и комментарии Подписывайтесь на мой канал И не забудьте нажать на колокольчик Чтобы не пропустить следующие видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok